Все, там палатку сделаем, собираем. Поставить палатку, приготовить ужин и подготовиться к соревнованиям. Это задача ребят из команды «Барсуки». Своё дело ребята знают хорошо. Они уже становились победителями одного из подобных соревнований. В этом году турецкие старты проходят в горах Бургулюка. Свои результаты готовы показать 16 южноказахстанских команд. В нашей команде 8 человек. В каждом походе ты испытываешь себя на прочность. Ну и понимаешь, кто друг, а кто нет. Кто может тебе помочь. По скалам мы хорошо лазим. Каждый раз выезжаем на скалы. У нас там тренировки бывают. Палатки вместе ставим. Разные. Задания, поставленные перед участниками соревнований, разные. Восхождение на гору, эстафеты на полосе препятствий и многое другое. На мой взгляд, не то что на самом деле. Вот именно этот лагерь, туристический спортивный лагерь, создан на все условия. Вот смотрите, чтобы провести мероприятие, соревнования, нам искусственно ничего создавать не надо. Вот горы, вот скалы, вот ущелья. Вот при Советском Союзе установлены туристические категории, походы, маршруты. Вот здесь пика Галкина. Все у нас имеется. Соревнования проводятся в память о сотруднике ЧАЭС Жумарти Сарсимбекови. Он сыной своей жизни спас туриста, который оказался в беде. У Жумарта осталось пятеро детей. На открытии мама Жумарта и вдова с младшим сыном. Папа его так и не увидел. Сын ушел от нас. Жумарт добросовестно работал. Мое сердце никогда не примет этого. Я хочу, чтобы и вы были такими же трудолюбивыми людьми и преданными своему делу. Соревнования продлятся три дня. Победители станут обладателями переходящего кубка имени Жумарта Сарсимбекова и получат возможность посетить Астану в дни работы международной выставки Экспо-2017. Шутин Саедов Амантай Ульбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утро».